40 верст от Москвы. Громадные лесные площади вдали от деревень на берегу реки Веземки с прекрасной водой. Улицы шассированы с песчаными тротуарами и освещены керосинокалильными фонарями. Реклама 1914 года приглашает городскую аристократию присмотреть места для дачного отдыха в Голицынском городке. Но московскую интеллигенцию привлекают не только географически выгодным расположением города. Инновационное строительство домов – основной плюс дачного отдыха. Справки о новых бетонных конструкциях можно получить в конторе инженера-изобретателя Александра Альбертовича Цубербиллера. В 1900 году Александр Альбертович получает высшее образование в императорском московском техническом училище и выпускается как инженер-механик. Со своей супругой Еленой Николаевной Цубербиллер они едут в Канаду изучать американский опыт строительства из бетонных камней. В Америке, в отличие от России, в те годы уже бетон был популярным материалом. В России он только начинал появляться, было очень много скептиков, очень много сомнений. Консервативное общество негативно относилось к такому материалу, который им казался не совсем природным. Применять опыт заграничных коллег и доказывать российской интеллигенции преимущество бетонных камней Александр Альбертович приехал в Голицыно. На окраине города построил завод, территория которого простиралась от железной дороги до Крестьянского проспекта. Здесь находились экспериментальные домики, все из того же бетонного камня. Впрочем, один из них и сохранился до наших дней. Это дом самого изобретателя. О плюсах бетонного камня заговорили сразу же. Материал дешевле кирпича, не нужно ставить печи для обжига, ведь этот бетонный камень высохнет и сам, максимум за три недели под открытым небом. Соломы укрывать, да и только. И, конечно, превосходство перед деревом, очевидно, огнестойкий материал. Цена за дом от 2000 рублей. Не чудо ли? Мы берем интервью у краеведа Марии Лобановой на территории гимназии. Венец творения из пустотелого бетонного кирпича. Так без ложной скромности писал о нем сам инженер Александр Цубербиллер. И был прав, по всей видимости. Ведь и сегодня гимназия стоит как памятник бетонному строительству. Кладка в полтора кирпича, американская штукатурка. Нет сырости и плесени. Если переводить дюймы в сантиметры, то кирпичи были размером 20, ширина 20 глубина и 50 сантиметров длина. То есть за моей спиной вот эти кирпичи, они достаточно большие. Внутри них есть овальная дырка. Когда они друг на друга кладутся, в здании происходят такие коридоры воздушные, которые дополнительно, эти воздушные коридоры создают подушку тепла. Супруги Цубербиллер активно рекламировали свои изобретения, написали несколько книг-брошюр, где описывали не только производство камней, но и быт заграничный на примере Торонто. Голицына охотно съезжались мастера со всей России на обучение к известному на то время инженеру. Но перспективный проект был прерван по причине Первой мировой войны. Александр Альбертович уходит на фронт, попадает в плен к немцам. Ему удается вырваться и тут же, на родине, он вливается в белогвардейское движение. В 1919 году навсегда покидает Россию. Сегодня в Голицыно, кроме гимназии, сохранилось еще 15 бетонных домов. Они устояли перед временем и помнят не только революцию, Вторую мировую войну. Эти камни давно оправдали надежды инженера Александра Альбертовича Цубербиллера и по сей день хранят тепло домашнего очага, голицынских жителей.